Готовлю шашлык из курицы на шампурах на березовых углях, рожок, костер, потом набросал туда березовых веток, не колотых дров березы, а именно веток. Я уже показывал, что у меня здесь есть ветки, именно березовые ветки, и очень быстро появляются угли, вот эти вот березовые, здесь. Разгорается эти березовые угли от этих отверстий сбоку, с задней стороны и другого бока, вот здесь я вам покажу. Если поступает ветер здесь, 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 а он везде и появляется, и вот таким вот образом появляется тяга и появляется жар. Вот я вращаю, но тут жар капитальный. Шашлык прижимают друг к другу, чтобы переворачивать, и он не переворачивался опять, потому что вес его распределяется разный на шампурах. И таким вот образом, приподнимая одну сторону, я поворачиваю, как мне нужно, и вот так вот делаю вращение, такое, как мне нужно. А рядом шампур с шашлыком, он задерживает это положение и удерживает это положение, и шашлык делается везде одинаковый. Вот такие угли, и вот такая вот кирпичная накладка, я вот показываю. Здесь столик, но это все у меня не доделано уже несколько лет, все открыто. И, конечно, нужно сделать крышу, но я крышу сегодня сделал вот такую, потому что сегодня идет ливень, вот именно ливень, и небольшой дождь. Мешает мне тут готовить вот эти такие хорошие шашлыки для подруг моей жены, которые приехали париться в бане. Вот они парятся, а я для них готовлю эти шашлыки. И постоянно-постоянно вращаю их, чтобы они были сочные, румяные, а не сухие и твердые, пережаренные. Снизу посмотреть, кирпичная накладка держится на вот таких металлических полосках. Конечно, можно изготовить по-разному эту кирпичную кладку, изготовить и там, и сям. Но у меня вот такая она получилась, но она не доделана, хочу доделать. Все это держится на бетонном, железобетонном основании. Конечно, все должно быть ровненько, и эта железобетонная плита сейчас выходит из поверхности земли, но на самом деле там вот такой вот слой бетона, армированный. Надо опять крутить. И вот эта вот мне полоса не нравится. Там, конечно, нужно уложить вот такую вот металлическую полосу, чтобы она была... Сейчас переверну. Вот так. Вот смотрите, я переворачиваю и прижимаю сразу. И прижимаю. Вот здесь мне нужно подпечь немножко. Вот здесь прижимаю. Вот так было, да? Я вот так раз перевернул и поджал. И все, в таком состоянии и останется эта шашлык. Вот готовлю. Вот сколько у меня шампуров, так и у меня и получилось. Потому что еще здесь есть несколько порций нанизывать на эти шампура. Ну, самый лучший шампур, вид его, вот такой вот, треугольный. Вот я вам покажу. Вот такой вот треугольный. Вот этот мне нравится. Плоский мне вообще не нравится. И вот эта завитушка мне тоже нравится. А тут завитушка, конечно, длинная. Они как-то тоже хороши, но они плоские. Вот это плохо. Если бы был вот такой вот треугольный, это бы было... Сколько я использовал шампурами, самый лучший, это вот этот треугольный. И очень хорошо держится шашлык. Вот смотрите, уже говорил, забыл, а надо переворачивать. Переворачивать мне нужно каждую секунду, каждую секунду. Вот сделал поворот, вот такой вот. Вот такой я, смотрите, придерживаю, переворачиваю, придерживаю, переворачиваю. Чтобы хороший был шашлык, чтобы мои гости ели с удовольствием. Вот смотрите, перевернул. И по новой начинаю переворачивать. Вот ищу место. Вот так я нашел место. Теперь смотрите, вот этот край беленький. Я опять его переворачиваю по барабану. Беленький, я опять переворачиваю. Конечно, там нужно какую-то жесткость делать из металла. Чтобы шампура упирались именно не в кирпичную кладку, потому что там находится шов. Этот шов влияет на тормоз переворачивания. Смотрите, угол шампура этого шампура вот туда вот заходит. И переворачивать очень сложно. Очень сложно. Вот кручу, верчу. И в этот чугунок я буду складывать эти шашлыки из курицы. Ну, мне нравится эта шашлычница. Ну, просто замечательно. Мне нравится. Она постоянная. Не надо никуда не ходить. Здесь травы нет. Можно сесть. Ну, надо мне закрыть, сделать крышу. Ну, я буду делать. Времени у меня просто нету. Но я обязательно сделаю для этой шашлычницы крышу и специальную трубу. Покажу, как делают эти трубы именно в закрытой шашлычнице. Вот так переворачиваю. Вот так. А сам смотрю на вот этот шашлык, чтобы сверху как бы кипело, как бы изнутри этого мяса выходила жидкость. То есть там создалась температура за счет вот этого металлического шампура. Вон, девки хохочут, ждут. Никак не могут выйти из парной, потому что я еще не приготовил эти шашлыки. Вот я приготовлю, занесу, и они выйдут из этой парной. Ну, вроде все я рассказал про шашлычницу пока. Потихонечку убираю один шампур и снимаю. Вот смотрите, как снимается, легко. Это говорит о том, что шашлык не пережаренный, не сухой и не сырой. Вот он просто раз и слез. Теперь мне нужно остатки шашлыка из курицы нанизать на шампур. Вот я ищу последние куски. Ну, вроде все, больше нет. И таким вот образом я опять сюда вот смотрите, только поставил, перевернул. Рядом, вот смотрите, раз, вот так. Значит, прижать нужно к стенке, чтобы не переворачивался. Вот, можно снимать. Вот смотрите. он не сухой, самый лучший. Вот таким вот способом я и готовлю шашлыки, которые будут сочные на любой зуб. Вот смотрите, эти можно еще повертеть. Можно переставлять местами, если бы, например, здесь вот эти вот угли, они такие вот раскаленные, а здесь углей меньше, и они как бы сели, потому что я горящие угли вот сюда сдвинул, в одну сторону, а вот они сгорели, но здесь жару больше. Естественно, я, конечно, перекидываю вот эти вот шашлыки из курицы в одну сторону, вот так прижимаю. Теперь можно сдвинуть это все тоже вот в эту сторону. Вот так. два шашлыка на шампуре осталось. Не надо их пережаривать, а то бывает, что они такие делаются маленькие, а потом их ешь, а сока нет. Вот смотрите, аж чувствую, что сок, сок идет. Вот когда я болтаю, аж брыжит. А, вот смотрите, я вам показываю. Легко. Подгорело вот здесь вот, подгорело, потому что здесь высох. Вот такой конфигурации шампур, самый лучший, чем вот эти вот плоские, толстые, бывают и толстые, и тонкие, и широкие, но это все ерунда. Как можно чаще переворачивать, не лениться переворачивать. если даже рядом хорошие собеседники, не слушать их, что они говорят. А внимание все на шашлыки. Вот здесь место сухое. О! Вот смотрите, подгорело, как нехорошо. Конечно, будут одни возмущения. О! Осталось два шампура. Девки уже ждут меня. Раз, раз, так, поджал. Ну, эта шашлычница у нас уже очень и очень давно под открытым небом. Ну, это, конечно, неправильно, под открытым небом. Конечно, это все должно быть под крышей. Я вот еще раз говорю, под крышей должно быть, потому что это все портится. Дождь, когда идет, снег появляется, потом тает, и здесь начинает вытекать глиняный раствор. Вот он вытекает, и кирпич начинает шевелиться. Ой, горячий. Так, забыл, надо крутить каждый раз. Каждый раз делать вращение. Ну, вроде бы, и все показал. Вот, смотрите, обязательно нужно закрыть, чтобы не было испарения. Если будет испарение, он будет сухой. Обязательно закрою, либо таким вот образом, либо таким вот. Если вот так закрыть, то вот здесь появляются капельки воды. Если вот таким вот образом закрыть, то намного лучше будет. Капельки воды будут туда стекать, и вода сохранится. Как здорово! Теперь эти шашлыки нужно сдвинуть вот сюда. Вот я сдвигаю. Перевернул. Пока. Продолжение следует...